Я делала твою френд-ленту в фейсбуке, да, и были заявления о том, что нужно освободить, снять и признать. Но понимаешь, такого быть не может. Для США для Нитровой защиты, какое решение у суда является победой и поводом для радости? Я считаю, что единственная победа, по-настоящему победе, в том, что правда, если вы не скажете, потому что, ну, как можно признать преступлением слова, сказанные в критике «Власть?». Ну, давайте заплетим, тогда вообще нам практиковать. Давайте я скажу, что журналисты имеют право практиковать ни власть, ни славяков, никого другого вообще. Ну, нам это не сказали, нам не запрещают. Тогда почему за эту критику начинают, не знаю, квалифицировать по каким-то уголовным статьям? Когда не терроризм, а с легалит? Вот серьезно, я похожа на человека, который оправдывает замечательные массовые риски, правда, что? Вот какой вообще человек будет всерьез оправдывать терроризм? И мне кажется, что вот если суть действительно не включит вот этот обычный здравый смысл, не вернется, не знаю, к самым базовым каким-то вот этим представлениям о том, что такое преступление, что такое преступление, что такое преступление, что такое вред для общества, в чем вот эта общественная опасность, на которую вообще-то судят обычные люди, да? То мы можем ставить крест на нашу правосистеме в целом. Потому что тогда можно говорить про любое событие, которое кому-то не нравится, что это преступление. Тогда можно любые слова объявлять преступления. Ты понимаешь, что ты сейчас можешь стать женским лицом репрессии? Вообще я не хотела за что-то, совершенно не стремилась. Тебе страшно? Да, когда вы тут все вокруг меня стоите, мне не страшно. А когда я буду смотреть в лицо вот этого эпизода, и я буду видеть, что я-то для них не человек, а так немножечко есть статистика очередная, да? Мне будет страшно, вы понимаете, что... Я, в принципе, понимаю, что им закон, писанный закон, букву закона им позволяет сейчас меня вот так прямо отсюда, вот с этим чемоданчиком, который я вчера собрала, вот взять и отправить в тюряшечку. То есть ты сейчас чемоданчик у нас? Да, чемоданчик. Красный микрофон пониже сделайте, пожалуйста. Вот этот. Вот. Конечно, я подготовилась худшего варианта, потому что потом все это будет сложнее, неудобнее и так далее. Ну, конечно, я бы хотела еще раз все предупредить, чтобы были встанки. Сейчас идет великий раскол, да? Как бы очень много всего произошло, опять же, по конвенте. Кто-то поддержал, кто-то промолчал, где-то обидно. Вот сейчас, перед тем, кто туда зайдешь, какие ты нам дашь советы и пожелания, ну, тем, кто получил по щам, не получил, испугался и не очень, и, возможно, будут иметь какие-то потом последствия для себя? Ребята, мы получаем по щам, потому что мы позволили нам дать по щам пару раз уже. Если бы мы не позвонили раньше, то, видимо, если бы мы не позволяли обращаться со СМИ, как с СПСловой, как с пиар какими-то командами, когда мы просто прощали и увольнение принципиальных людей, и спугку редакции, и прощали рекомендателям, которые диктуют нам, что писать, и прощали властям, которые ставят нам какие-то блоки. Если бы мы это все не прощали, мы бы, вот сейчас не было бы этого, кого-то делали, мы сами до этого довели, понимаете? Ну вот я оказалась какой-то там дурочкой принципиальной, которая взлитнулась, и стала резкие слова, как вы это говорите. Ребята, они не такие же резкие, вообще-то довольно банальные слова. Лет 10 назад никто бы и внимания не обратил, а теперь вот, и я вас очень прошу, если меня сейчас посадят, то не дайте еще кого-то посадить, потому что тогда всем как реализация будет. Ну, ты знаешь, да, что была история на Лубянке, нашего журналиста-собеседника на 4 секунды скрутили, и он посидел. Ой, я смотрела, это очень посадка написала. Да, Сергей Ежов передает тебе большой привет, и ты прогнозируешь, что если что-то случится, и чемоданчик тебе пригодится, что будет дальше происходить? Слушайте, ну вот смотрите, вот там стоят полицейские, вот там за вот этим красным зданием, кстати, редакция наша прекрасная, здесь все записывается, там стоит какой-то Бобикой Алексейский, еще один мы увидели, вот Поприк Петровский, как бы, я понимаю, что они готовы, и вас всех тоже принять на решение режима самоизоляции, так что тоже время. Спасибо, сходя на масками. Не давайте повода нашему прекрасному вкусу. Света, давай отмотаем туда на 18-й год, если бы можно было повернуть время в спрятки, пошла, на такие фигуры. Сто раз мне вот задавали вопрос. Я знаю, я просто хочу это услышать. Ну, ребят, ну а можно жалеть о том, что ты просто сказал то, что думаешь? Можно жалеть о том, что ты сказал правду? Можно сказать о том, что ты, в принципе, сказал то, что есть? Но вот это уголовное дело подтверждает, что я полностью правильно все стремулировала в той колонне. Ну, докажите мне, что я не права. Вы мне вот этим уголовным делом ничего не доказали. Вообще не доказали. Ну, как можно не жалеть, да? Надо было, наверное, писать дисклеймер для тупых, для Роскомнадзора о том, что я не поддерживаю терроризм, я не оправдываю терроризм, я считаю, что терроризм это плохо. Как будто бы я по умолчанию так не считаю, как будто бы по умолчанию так все нормальные люди не считают. Да, вот без этого дисклеймера они не понимают. Ну, извините меня. Я, наверное, слишком хорошо думаю о своих читателях. Я думаю, что все все понимают. Спасибо. Да? Все? Окей? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.